Друзья, приветствую всех из Японии. Приехали мы в образовательный тур с Маргуланом. Поезда прибывают четко по времени в 36 минут, в 37 минут отправления. В общем, в этом влоге покажу вам, как проходит у нас образовательный тур. Нужно заходить уже. Нужно быстро заходить. Так, шеф не заходит, короче, мы заходим. Это точно наш? Это, ребята, Bullet Train. Если видели фильм с Брэдом Питтом, что интересно рассказать, скорость поезда какая? 320 максимальная? Нет, 340 максимальная. Вагон какой-то у нас простенький, в фильме такой красивый был. Ну, наверное, новый поезд взяли для фильма. Так, друзья, смотрите, выдали нам вот такие вот боксы седой и здесь есть инструкция, как этот бокс подогреть. Так, с упаковки доставили. Теперь дергай, дергай вот эту вот ниточку. Я держу, ты дергай, давай. Да, да. Все, отсюда сейчас пойдет что? Тепло. Ставь наверх и чем-то нужно вот сверху накрыть. Все, друзья, смотрите. Процесс пошел. Все, вот у ребят, смотрите, тоже. Я раньше был перфекционистом. И почему я перестал быть перфекционистом? Когда я смотрел, перфекционизм он неэффективен. 80% усилий дают эффективный результат. Последние 20% неэффективный. Отсюда я для себя вывел правила, которыми я руководствуюсь и от которого кайфую. Это эффективное несовершенство. Вместо перфекционизма я использую эффективное несовершенство. Японцы говорят, этот мир несовершенен. И в несовершенстве тоже есть свое преимущество и свой кайф. Поэтому если что-то несовершенно, то принимайте это как есть. Это как в природе, в жизни, а она несовершенна. Итак, друзья, мы заселились в отель. Вот такой вот вид из моего окна. Мы сейчас находимся в Нагое. Здесь у нас программа. Я, честно вам сказать, даже не знаю о расписании. У нас 2 часа свободного времени. И потом идем на ужин, идем знакомиться. В общем, показываю, как здесь у меня все организовано. Я уже себе, вот видите, все настроил. В общем, книгу достал, 2 бутылки воды. Мой комплект, да, для путешествий. Я уже вам рассказывал. Захожу в Зару и беру черный комплект. Черная футболка, черные штаны, черная обувь, носки. Одноразовые носки. Здесь вот такая вот зарядная станция у меня. Розетки здесь в Японии американские. И у меня есть переходник. Очень много всего здесь, ребята, кстати, американского. Здесь тоже. Вот, вот мой гардероб, да, на вот эти все дни. Футболки все черные. Бомбер черный, шорты черные. Портфель. Так что еще интересно вам показать. Унитазы здесь, конечно же, интересные. Такие я только видел в Китае. Унитазы этот, ребята, с подогревом. Вот эта вот сидушка, да, она горячая. И также здесь есть у них биде. Не знаю, или получится вам показать. В общем, нужно сесть. Ну, или нажать. Давайте ногой нажму. Вот такая вот штука, ребята. В общем, я вам много интересных вещей покажу. Так что смотрите влог до конца. Сейчас идем в ресторан. Вот такой вот делегацией выходим. В принципе, на всех турах. В первый день мы знакомимся, бронируем ресторан и общаемся. О, а здесь у нас Нью-Йорк. Здесь как в Нью-Йорке. Так, вот наш рейстик. Вот, смотрите, какая здесь интересная тема. У нас есть в ресторане парковка для зонтиков. Вот сюда, видите, вставляют зонтики. И, видите, закрывают. Вот в такой вот традиционный ресторан пришли. Так, на второй день у нас лекция уже с президентом компании. Вот, Toyota Engineering по производственным процессам Toyota, по системе управления Toyota. Это президент и основатель компании Toyota Engineering Corporation. Человек, который начинал зарубежное производство Toyota вообще зарубежом до середины 80-х. Toyota производилась только в Японии. Соответственно, руководил департаментом зарубежного производства. И сейчас я расскажу уже о своем опыте сотрудничества с одной компанией, которая привлекла меня в качестве консультанта. То есть мы развиваем не только высших, средних руководителей, развиваем абсолютно всех сотрудников. Это значит, что у нас, допустим, есть рабочий, задача которого – работать руками. То есть, ну, допустим, оператор производственное мнение. Мы делаем так, чтобы он работал не только руками, он еще использовал голову. Мы учим его, как использовать голову в его работе, и еще даем ему мотивацию, как развиваться. Вот я приведу пример. Работал с американскими компаниями, и там, допустим, процесс обучения сводится к тому, что сотрудники просто говорят последовательно здесь, чтобы собрать фломастер, ты должен совместить колпачок и фломастер. Вот, то есть просто выполняешь это действие. И в Америке твоя задача – просто соблюдать инструкцию. А в Таюте сотруднику говорят, а ты придумай способ, как лучше всего сделать эту операцию. То есть в Америке ставят задачу, а как ты ее сделаешь – вообще никого не волнует. И в нашем понятии развитие – это когда сотрудник полноценно осознает, что он делает, и придумывает способ, как это сделать лучше. Так, после лекции мы вот приехали на экскурсию на одно из подразделений завода Тойота, которое делает мелкие детали для автомобилей. И вот здесь у них внедрена Кайзен-технология, как и на всех остальных предприятиях тойотовских. В общем, вот это все, ребята, что вы перед собой видите – это все Кайзен-технология. Вот смотрите, как у них все организовано, все подписано. Вот девушка маркером делает пометки, проверяет продукцию. В общем, очень много всего интересного я узнал. В двух словах расскажу вам, ребята, суть. Как они контролируют качество. У них нет отдела по контролю качества на заводе. У них каждый рабочий контролирует качество продукции. И поэтому брака у них практически нет. То есть на 8 миллионов единиц продукции у них 3 бракованных изделия. На 8 миллионов. На наших же заводах на 8 миллионов единиц продукции 15 тысяч бракованных изделий. В общем, у них каждый рабочий контролирует качество. Если возникает какая-то проблема, проблему они решают на месте. А не потом, да, отдел по контролю качества. Это все выясняет. На каком станке была проблема – нет. Здесь они решают проблему сразу же на месте. И каждый рабочий здесь работает над тем, чтобы улучшить свою продуктивность. Итак, ребята, на третий день у нас снова лекция. На этот раз с вице-президентом уже компании Toyota Engineering. Нужно понимать, что такое проблема. Многие люди исходят из того, что проблема – это какая-то плохая, неприятная вещь. Но в Toyota и в целом в Японии считается, что проблема – это когда вы не достигнули поставленной цели. То есть текущее реальное положение отличается от того, что должно быть. Поэтому если вам кто-то говорит, что проблем сейчас нет, то спросите у него, а как должно быть? А как должно быть в идеале? Если человек скажет, что нет, вот сейчас уже все идеально, не нужно ничего делать, но тогда только остается ему сказать. А вот я считаю, что наша фирма должна быть такой, такой и такой, то есть изложить свое видение и потом спросить, вот то, что есть сейчас, оно соответствует тому, что у меня в голове, или надо что-то сделать? Дело в том, что в Toyota существуют прописанные в политике компании ценности. Ну, первое – это вызов, то есть, что мы постоянно занимаем, ищем и решаем проблемы. Вторая ценность – это кайдзен, или улучшение текущей ситуации. Третья – это анализ проблемы по месту, по факту, Гэнти Гэндлсон, то, что я вам рассказал. И вторая большая ценность – это уважение к людям. И данный алгоритм, он позволяет все эти ценности соблюдать. Так, друзья, сейчас у нас игра. Поделились на группы. Мы команда черных, команда красных. В общем, будем собирать вертолеты, как нам сказали. Будем учиться работать в команде. Вот наш директор. А мы работяги. Заготавливайте раньше. Уже заготовку делаете на этот комплект. У себя, у себя заготовку делаете. Нет, вот этот человек занимается. Сколько нам не видит совсем. Я не считаю. У меня особо познается, я ставлю. Слушайте, я тогда… Да, 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 все правильно, Марк. Я не тогда не устанавливаю. А я, ты у меня воруешь процесс. Я просто сижу без процесса. Помогите хвосты дать мне хвосты. Я не убью, ты садишь. Не-не, нормально, нормально. Я его записываю. Я буду чтобы, вверх. Ты нормально. Ты нормально. Не затыл. Здесь просто. Короче, ребята, мы закончили. Выиграли в двух раундах. Сейчас проводим работу над ошибками. Четко, блин, у нас налажен процесс. Смотрите, еще время осталось. За 6 минут собрали 10 вертолетов. В прошлый раз 16 собрали. В общем, вот наши данные. Первый вертолет вот мы за 2 минуты собрали. Команда красных за 8 минут. Ну, в общем, у нас брака нет. Потому что, потому что вот отдел по контролю качества. Всю продукцию перепроверил. И плюс, каждый из нас перепроверял всю продукцию на местах. Я замечал брак в лопастях. И я менял изделия. И уже ей доходили готовые изделия. Да, вот это кайзен. Каждый проверяет на брак у себя. В общем, друзья, что я вам скажу. Я нереально кайфанул от процесса. Я заметил, знаете, что я здесь отдыхаю и наслаждаюсь, блин, больше, чем не знаю, на Мальдивах. Реально. Работа в команде. Такой кайф. Общение. Узнаешь какие-то инсайты. Общаешься с криптоинвесторами. В общем, с людьми по уровню, которые намного выше тебя. В общем, очень круто. Такая тема, ребята, только у Маргулана. Клуб Маргулана мне нравится больше всего. Это никакая не реклама. Я просто реально кайфую в этом окружении. Просто делюсь с вами своими наблюдениями. Давайте подведем небольшой итог. С организацией все хорошо. Есть где расти. Есть несколько несбалансированных моментов, но мы их проработаем. И вы еще улучшитесь. У вас очень такой сложный коллектив получился сразу. Команда красных. У вас нет лидеров. Вы каждый тянете одеяло сами на себя. Когда мы говорим про реальное производство и мы говорим о улучшении процессов, мы должны в этот процесс погружаться и понимать, что каждое звено, что каждый оператор делает. Как улучшить его работу. Если мы будем с позиции руководителя подходить к этому процессу и говорить, так, делай вот так, делай это, что я тебе сказал, оно так не работает. Ничего вы не улучшите, ничего хорошего сейчас не получите. Только негативное восприятие вас как руководителя и трансформацию в целом. Команда красная и команда черная. Задача целевая. 50 изделий. 50 изделий. За 10 минут. Это реально. Это реально. Так, сейчас приехали на завод Mitsubishi. Здесь у нас лекция. Также будет экскурсия по заводу, но там нельзя будет снимать. Короче, нам удалось пронести на этот завод телефон. В общем, это подразделение занимается сборкой электроприборов, всяких чипов. Здесь, конечно же, все чистенько. Все ходят в форме. Ребята даже сняли, как я работаю. Я вызвался от бригады пройти один процесс сборки. В общем, вот так это все выглядит. Короче, я рассказываю, как здесь внедрена Kaizen-технология. В общем, смотрите, чтобы рабочий не допустил вообще ошибок, каждый прибор на каждом этапе подсвечивается. И ты не можешь перейти к следующему этапу, пока не закрутишь определенный винт или болт. Короче, не знаю, как правильно. Все-таки я не хочу работать на заводе. Тебя не допускает, в общем, к следующему процессу. Понимаете, да? И вот так вот шаг за шагом тебя программа ведет по процессам. То есть, по сути, в этой сборке может участвовать любой. Просто ты следишь, что загорается и, короче, выполняешь действия. Все, ребята. Просто нужен будет опыт, чтобы быстрее все это делать. Вот и все. Короче, ребята, сейчас вот ужинаем, сидим на ужине. И вот, блин, меня вызывают. Пришли, короче, подписчики. Нашли меня подписчики. Я запостил сториз. Вообще, я в шоке, ребята, в Японии. Да я буду влог снимать. Да, да, все. Здорово, ребята. Вот мы подписчики Тараса нашли его. И вычислили по сториз. Итак, друзья, день четвертый. Встречаемся за завтраком. Каждый день вот здесь мы завтракаем. Еда, короче, в Японии, ребята, очень вкусная. Не то, что в Америке, не знаю. Все думают, что я хейчу Америку. Ну, вообще, мне там, ребята, не зашло. Япония, кстати, очень похожая на Америку. Но здесь вот как-то, не знаю, душа есть. Сейчас у нас еще одна лекция с новым вице-президентом компании Toyota Engineering. Лекция по сокращению времени производства. Я думаю, ребята, вы понимаете, что эти все знания можно применить не только на заводе, да, это технология Кайзен, и ее можно внедрять везде, в любом бизнесе. Я начал работу в Тойоте в 1961 году. Кто уже на этот момент родился? У меня в первой половине марта был день рождения. Мне исполнилось 80 лет. Многие производственники, менеджеры, они старались победить ситуацию, в которых 90% времени изделия, материалы просто лежат без дела. У нас получается три подхода к работе. Работа крупными партиями, работа мелкими партиями и поштучное производство, поточное производство. И сейчас я вместо того, чтобы это объяснять, хотел бы, чтобы вы сами это ощутили на себе. Сейчас мы с вами проведем эксперимент. Нужно сначала, чтобы на каждом ряду у нас было по пять человек. Так, тестируем первый метод. Каждый человек, пока пять заготовок не сделает, не передает другому, понимаете? Пока первый не напишет, короче, свои цифры, он не передает другому. Видите, идет простой. Идет простой из-за того, что мы ждем. Итак, время 165 секунд при таком, ребята, подходе. Теперь вы делаете не пять штук, а сделали одну, сразу передаете. Каждый лист бумаги сразу. Вот, теперь по одной будем передавать, а не по пять. Когда у вас будет пять готовых штук, своей команде говорите стоп, фиксируйте время. Все понятно. Время. Пока вам не сказали стоп, команда, вы продолжаете рисовать. Вот, ребята, засекают время. Задание понятно. Вот это у нас будет поштучное производство. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все, погнали. Они ускоряются, смотрите, как они. Но здесь не суть в том, чтобы ускориться. Вот, смотрите, как идет штамповка быстро. Какое время у нас? Вот, смотрите, сорок две секунды. Мы в три раза ускорились. В три раза быстрее идет производство. Вот, сорок девять секунд. У нас сорок две секунды. Третья, не то же самое, технология изготовления. При размере передачной партии пять штук у нас получаются такие результаты. Когда мы переходим на поштучное производство, у нас и сокращается время изготовления. В общем, смотрите, насколько эффективно поштучное производство. И чтобы закрепить нашу лекцию, мы только что еще раз прогнали процесс сборки вертолетов. В общем, мы такой крутой конвейер сделали. Получилось у нас тридцать, ребята, вертолетов. Тридцать вертолетов за десять минут и то. Мы бы могли сделать и сорок. У нас закончились детали, да, и мы простаивали. В общем, смотрите, эффективность шестьдесят два процента у нашей команды. 14 секунд на один вертолет, вот у команды красных 21 секунда на один вертолет. Вчера вы зафиксировались в команда черных на результате 35 секунд время такта. То есть время выхода одного вертолета у вас составляло 35 секунд. Начинали вы с результата 37,5. Говорит о том, что, в принципе, стартанули вы уже достаточно с подготовленной площадки, да, выстроили кое-как процесс, в принципе, неплохо. Коммуникационных проблем у команды не было. Все слушали директора, все адекватно общались, все было хорошо. Команда красная, у вас вчера происходили конфликты, друг друга не слушали, все директора, все друг друга перебивали, пытались свое мнение навязать. В итоге процесс первого пробного раунда у вас, ну, фактически никакой, вы не смогли сделать в сроке ни одно готовое изделие. Но первый раунд, после того, как у вас там произошли некоторые организационные перетрубации, показал, что вы смогли сделать за 41 секунду одно изделие, и это составило ваше время такта. Команда черных сделала за 35 секунд. Время у нас было 10 минут, соответственно, какое-то количество изделий. Пережили, переспали вас этой мыслью. Сегодня я каждую команду кулуарно познакомил с принципом канбан, с принципом вытягивания и подсказал, как организовать систему двойной тары или двойной ячейки. Что это дало на конкретном результате? Это дало, что команда черных смогла время такта сократить на 62, практически 63 процента по сравнению с исходным временем. И команда красные смогли на 48,7 процентов сократить свое время по сравнению с первым раундом. Что в обоих случаях показывает, что производственный процесс, реальный производственный процесс у себя на производстве, неважно, это производство, изготовление деталей, выращивание, не знаю, животноводство, может быть, это какие-то операционные процессы, если вы оказываете услугу. Даже если у вас IT-компания, вы можете применять эти процессы, адаптировать их под себя и получать очень хорошие результаты. Мы этим занимаемся, в принципе, в протяжении 10 лет и подтверждаем, что да, таких результатов компании могут достичь. Если мы придем к сотруднику, скажем, повышай качество, срезай затраты, работай быстрее, он скажет, зачем мне это надо. Наша задача показать сотруднику, зачем для него это надо. Именно так можно заинтересовать сотрудников кайдзами, то есть он начинает этим интересоваться и связывает это не с повышением показателей, а с улучшением условий для себя. И вследствие того, что сотруднику работать безопаснее, проще, легче, мы получим тот эффект, который нужен руководителю, то есть улучшение определенных показателей. Поэтому на предприятиях я использую свой опыт, свои экспертные знания, чтобы находить подобные затруднения, проблемы. Потому что многие сотрудники, которые там давно работают, они уже привыкли к сложившейся ситуации и даже не осознают, что это затруднение. Поэтому мне приходится иногда самому подходить к сотрудникам, говорить, вот тебе удобно так делать? И когда объясняю, что можно проще, он говорит, а как раз сюда можно. Так, сейчас приехали в технологический музей Тойоты. Начинала Тойота как текстильная фабрика. И потом уже они перешли к автомобилям. Ну вот это сам Сакити Тойота, основатель компании. Вырос в деревне, как я уже говорил. И вот это его самый знаменитый станок, модель G. нам дальше покажут, как она работает. Таким образом, он сократил количество усилий, которые требуются у человека для осуществления работы. Это был самый первый патент Тойоты. Он его получал, когда ему было 23 года, в 1890 году. В общем, завод Тойота раньше выглядел вот так. Короче, нам сказали, что сейчас Тойота до сих пор выпускает станки. Ну, в общем, у нее очень много подразделений. Вот новый станок ткацкий 2017 года. То есть, Тойота это не только автомобили. В общем, ребята, у Тойоты очень много подразделений. Вот они сталью занимаются. Также они строят дома, недвижимостью также они занимаются. Создают станки, оборудование, ну и автомобили. Вот переместились, нажимай, в автомобильную часть музея. Это Тойоты 50-х годов. Вот Тойота 60-го года. Дальше 70-е идут. Вот Тойота на водороде. Вот самые первые Тойоты. Еще, видите, называются Тойо-да. Называются. Вот тоже одна из первых моделей. 35-й год. Тоже, видите, Тойо-да, Тойо-да. Почему, кстати, переименовали? Да, потому что там писалось как-то... Ну, короче, на японском, да, иероглифами. Там оно как-то некрасиво писалось. И чтобы было красиво, они решили сделать Та. Там Та, короче, это один иероглиф. И он был, короче, красивее. Ну и созвучнее, типа, им понравилось больше с Тойо-та, а не Тойо-да. И вот они переименовались. Но все равно тогда была такая культура, чтобы название компании ассоциировалось с владельцем. Поэтому там изменилась одна буква. Владелец Тойо-да. Тойо-да, в принципе, ассоциация сохраняется. Вот уже по новее модели. Это Лексус. Лексус это тоже Тойота. Еще там Субару, по-моему, да, ходит. Бери. Дом работает, чистый дом. Без пробега по СНГ. Не пожалеешь. Бабушка ездила. Бери. Давайте сейчас посмотрим, как работает конвейер. Вот на такой завод я хотел попасть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще вот у них есть роботы, которые играют. Вот. На инструментах, на барабанах, на трубе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сейчас мы приехали в компанию DaiFuku. Вот. Можете посмотреть, чем они занимаются. Вот. Всякими конвейерами, сборочными лентами. В общем, мы здесь учимся у японцев. Смотрим на их эффективность. Ну и обсуждаем, как внедрить эти все процессы. Как применить их уже в своем бизнесе. Так, сейчас у нас последняя, заключительная часть нашей обучающей программы с президентом Toyota Engineering. И потом будет церемония вручения дипломов. Сегодня мы поговорим о том, что же такое хосинканри, то есть стратегическое управление по-японски. Так, ну и вот финальная часть. Получаем сертификаты. Сесимбаев Маргулан. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Раз, два, три. Отлично. Готов. Мартинёк Тарас. АПЛОДИСМЕНТЫ здесь принцип работа такой изучили инструмент внедрили получили отдачу потом только берете еще один инструмент внедрение получили отдачу и двигайтесь только так пожиная плоды иначе сломаетесь если будете просто как книжку возьмете и от начала до конца будет это романтики это изучать это можно так делать для чисто для обзорного понимания общего понимания можно книжку быстро прочитать но внедрять жизнь обязательно нужно по инструмент инструмент внедрили получили результат внедрили получили результат поздравляю вас с сертификатами эти сертификаты будут вам напоминалкой о том что надо двигаться дальше на этом не останавливайтесь работайте над своей эффективностью заработать больше денег становитесь более счастливыми потому что конечная цель любой эффективности это снять с вас нагрузку чтобы с меньшими затратами энергии достигали больших тех же самых или даже больших результатов начинается наша новая программа завтрашнего дня уже расслабон так сказать я вас поздравляю завершением очень важной части нашей программы спасибо так сегодня наконец-то пошли на суши сегодня я всех угощаю короче ребята попробовал настоящие японские суши суши капец какие вкусные как вам ребята вообще огонь с теми роллами которые у нас делают вообще не сравнить даже рядом не лежали рис другой на самом деле рис клейки если не в японии так с первой партии закончили сразу же взяли по второй суши просто пушкинский пушкин пушка ну и после ужина друзья у меня встреча встретился вот с человеком из закрытого клуба прикиньте блин в японии вообще не ожидал да что у нас есть закрытом клубе люди блин из японии вот можно сказать пару слов всем здравствуйте меня зовут сардор я сам из узбекистана живу в японии уже пять лет учусь здесь студент подписан на закрытый клуб инстартинг вот и я узнал что тарас прилетает в японию я написал в поддержку так как изначально в нашем закрытом клубе есть по городам по странам делят людей кто из узбекистана кто из россии из украины вот из других стран вот но так как из японии никого не было меня добавили только вот из выхода моего узбекистана добавили вот и как бы не было из японии а в этом чате получается и тарас тоже помимо всех участников я сразу бил тревогу я написал тарасу личку я в инстаграме тарас написал я написал в поддержке я точно знал что в поддержке меня не ответят потому что там регулярно отвечают все хорошо поддержка очень доброжелательные люди отвечают и вот я написал поддержки поддержка мне сразу отлегила сказали хорошо мы ему передадим все мне потом тарас пишет вот мы встретились сколько у нас сколько времени было до нормального не давали планировали два часа мы провели четыре часа уже четыре часа мы здесь сидели и провели очень круто время еще плюс сюда мы входим гостиницы сейчас находимся и другие участники кайзен клуб еще в тот раз когда я ждал тараса я пока так стараться ждал и я с ними уже разговаривался познакомился совсем да вот завели человек нашел меня пообщался со всеми блин миллионерами блин познакомился взял контакты у ребят они уже ему предложили блин бизнес вот смотрите когда с нуля просто попадать в такой круг вот меня спрашивают да как блин общаться в кругу миллионеров вот еще плюс я еще скажу закрытом канале там еще помимо страны чата да есть еще по разделам по крипто есть недвижка если плюс недвижки фамилии не помню но рустам же есть там еще один парень занимается недвижимостью в дубае вот я с ним кстати тоже переписывался у него спрашивал некие вопросы по недвижке он не отвечал понимать он тоже миллионер и там ребята все успешные вот вам самый простой способ попасть в круг миллионером попасть ко мне в закрытый канал закрытый канал пожалуйста подписывайтесь а я покупал по цене 300 долларов я помню что я накопил деньги и вот так сказать открыл себе дверь клуба инстантинг я давно об этом мечтал когда у тебя было 700 тысяч подписчиков было ближе к миллиону я тогда подписался тогда вот узнал когда вот мне было плохо больше написал например как добавится депрессии появилась твои видео и все с этого и началось наше знакомство я постоянно смотрел тарас и говорил себе вот общался с ним всегда называл тараса моим онлайн ментором да мы еще не знакомые сети в инстаграме мы с тобой еще не знакомы да но это и там еще лайкнул получается дата ответ сделал но и вот мы познакомились тарасом все давай благодарю все благодарю большое так подписываю по традиции купюру так что книги еще да пожалуйста но эта книга она твою жизнь тоже кардинально до изменила первая книга которая данную жизнь получается даже 2 1 брайан трейси достижения максимум и вот это 2 по деньгам по деньгам это самое первое с этой книги ребята начинается все вот с этой книги сила в тебе счастье в тебе всегда короче это помню все начинается с тебя а здесь что здесь не знать тоже дети можно расписаться все разбудись или льва и так на пятый шестой день у нас экскурсии все закончилось образовательная программа экскурсии у нас по паркам по всяким храмом и другим достопримечательностям вот смотрите дворец на нем 20 килограмм золота покрыт фусальным золотом так что еще интересного сказать в общем смотрите у нас вот два дня такой туристической программы и мы сегодня вот встретились так сказать женской программой маргуан запустил еще женскую программу то есть можно ехать с женой да то есть мы встречаемся первый день все вместе потом на второй день мы разделяемся женская программа уезжает с женой маргулана но там более такая развлекательная программа а мы едем учиться и потом мы на последние вот дни на экскурсионные дни мы встречаемся все вместе и уже гуляем по всяким достопримечательностям так стоимость программы многие хотели узнать стоимость программы с маргуланом 20 тысяч долларов но она повышается каждый год имейте ввиду я покупал еще за 15 теперь 20 а стоимость женской программы 12 тысяч долларов с человеком туристов видите сейчас очень много да потому что сняли вот ковидные ограничения сейчас мы вот зашли в сад камней здесь 14 камней короче друзья рассказываю суть здесь 15 камней на самом деле просто с какой бы ты точки не смотрел ты будешь видеть только 14 большой камень закрывает вот тот видите вот этот маленький камень и также вот с этой стороны а когда ты духовно поднимаешься так сказать ты с высоты птичьего полета видишь все 15 камней то есть если ты как медитируешь ты видишь 15 камней потому что ты как бы возвышаешься над этим полем над этой площадкой видишь все 15 камней короче друзья все это выглядит ну как бы немного странно но не то чтобы странно не сильно как бы впечатляет но вот мы знакомимся вот с этой культурой вот например бедра до на случай пожара то есть всякий элемент у них что-то обозначает вот например колодец вот там видите вот по центру это колодец он символизирует благодарность и вот вот так вот мы знакомимся как бы узнаем о японской культуре такая цель как бы экскурсии потому что ну там что просто камни до которые на щебенки какой-то ну вот они вот во все до зашивают вот такой вот смысл вот какая-то штука она тоже не знаю что она значит что-то значит на обед вот приехали в такое вот красивое место сейчас у нас будет здесь банкет блин ригатон так принесли нам сашими здесь у них называется не сашими а сосими правильно как-то так сосими и не коню шуа а кони тюа вот как-то так также вот пробуем традиционные соки я раньше думал что соки это ближе к водке это вот горячие соки это вот холодная носоке она даже не ближе к вину она ближе к пиву в общем это рис и вода да и вот когда пишут на бутылках процентом 30 60 это процент шлифовки зерна оказывается вот оборотов здесь 12 12 15 оборотов смотрите какая прикольная гола старая бутылка блин такая тяжелая толстый слой стекла бутылки кола в два раза вкуснее чем стакане приехали в еще одно интересное место посмотреть на богиню милосердия в общем двенадцатом веке было тысячу статуй потом был пожар и вот осталось 120 штук в общем вот все эти статуи эти все статуи это богини милосердия они из дерева покрыты тоже золотом и вот главное самая большая статуя тоже богиня милосердия сейчас приехали в храм чистой воды все здесь ходят на стиле вот смотрите вешают предсказания завязывают точнее почему завязывают потому что они короче плохие ну как плохие они им не нравятся и они их здесь оставляют если хорошее предсказание забирают собой в общем наша экскурсия подошла к концу вернулись мы на эту же точку с которой начинали просто прогуляли сделали круг нахожусь а кстати сейчас ребята в киото завтра мы едем в токио киото это второй по величине город токио самый большой город смотрите какая пункта весь интересная тема соленый огурец на палочке просто соленый огурец с лимоном таким образом типа они удаляют жажду очень популярная здесь так на 5 день мы посетили вот сад императорского дворца здесь знаете такая умиротворенная атмосфера японцы очень над этим заморачиваются и вот я такого нигде не видел здесь ну совершенно по-другому себя чувствуешь потом мы поехали на смотровую площадку здесь как бы смотровая площадка объединена с музеем здесь у нас вот такой вот автомобиль будущего вот такие вот будут тачки просто садишься да и он сам тебя везет ничего лишнего вот такой вот вид открывается на токио погода правда не очень смотрите какая у них до хаотичная застройка потому что не позволяет рельеф в америке квадратная застройка здесь все вот максимально близко друг к другу так на этой смотровой площадке нам сказали что проходят разные выставки видите сейчас здесь собраны прототипы и не только прототипы вот например настоящий такой объект есть в сингапуре это музей это по ходу это по ходу прототип вот здесь я был это весел нью-йорке в общем собраны макеты разных архитектурных сооружений как существующих так и несуществующих смотрите какие тут прикольные стулья ты покаталась уже давай я тебя сниму назад страшно да сначала страшно очень да а потом вот смотрите люди уже привыкают и себе спокойно ну давай сильнее ну ну короче уступи место профессионал блин ребята тема вообще крутейшая реально крутая штука просто расслабься откинься блин все надо себе такую штуку взять просто как на качеле телом немного двигаешь и все по инерции так ну и заканчиваем этот день да не только день а нашу программу ужином гала ужином в турецком ресторане я был очень рад со всеми вами познакомиться провести это время прекрасной японии поговорить мы много говорили в эту поездку надеюсь все что о чем мы говорили будет стартовой точкой для вас чтобы газовать дальше жизнь на самом деле интересная штука она полна возможности опять зависит от того как ты на это смотришь либо это страна полной возможности и чудес либо эта страна безнадежная где там у тебя шансов нет это все зависит от твоего подхода надеюсь у вас более позитивный взгляд на жизнь развивайтесь давайте поддерживать связи и контакты у меня ни одна группа не расправился вот богисты знают все баги у нас до сих пор там кто сейчас в индии ездил они тоже знают каждый кто с кем вам рафтинг ездили тоже группа есть давайте друг другом продолжать общаться не терять нити где бы мы не находились потому что жизнь с одной стороны короткая с другой стороны длинная и земля с одной стороны большая с другой стороны маленькая поэтому каждый раз когда мы будем видеть друг друга чтобы с радостью здоровались вспоминали хорошее что у нас было и ваша жизнь была яркой наполняйте жизнь яркостью всегда помнить о том что ваше настоящее богатство это то что вы пережили только эмоции стоит того чтобы зарабатывать деньги и только эмоции на самом деле украшают нашу жизнь расчеты не до чего хорошего не видит не доводят вы сами наверное видите японцев которые живут по расчетам супер эффективный но я что-то не так много счастливых лиц видел среди рабочих не хотел бы пожелать не никому из своих знакомых такой жизнь хотя вроде я помню но вопрос такой что к сожалению во многих странах увлеклись эффективностью я не считаю что мы счастливы потому что нам хорошо а на самом деле работает и правило и наоборот нам хорошо потому что мы счастливы и от казахстане я чувствую себя так потому что я счастлив мне хорошо в казахстане и пофиг то что там это японцев еще там когда луны и что наша жизнь не заключается в том что производить много товаров зачем наша жизнь заключается в том чтобы довольствовать тем тем что у нас есть а у нас дофига хорошего который мы на самом деле не ценим и не замечаем поэтому всем вам благ обоих миров счастья здоровья и новых радостных встреч что друзья вот на таком вот напутствии от маргулана я с вами прощаюсь сейчас грузимся вот в автобус ездим в отель ну и завтра уже все разлетаются по своим странам по своим городам надеюсь вам понравился этот влог конечно же все атмосферы он не передается всеми нашими посиделками инсайтами юмором но общую картину я думаю вы увидели в общем всем просто всем счастье ставьте лайки пишите комменты всем пока до новых встреч